Мечтатель Вера есть величайший акт человеческой свободы. Василий Андреевич Жуковский Мертвая – суть невидимая, но не отсутствующая. Отдадим справедливость смерти. Виктор Гегу Те образы, черты которых были так живы, так знакомы не одним моим глазам и навсегда могилой заслонены и даже как бы смыты потоком лет, не призракили, но они как бы вернулись и зовут. Или безмолвствие мне указует на прошлое. И в этом прошлом я окажусь им тенью мертвой для живых, живой для них, по существу, такой же, как и они. И вижу я себя с другим лицом в кругу других, когда-то мне близких лиц. И вот одно из них, которых тень или дух неуловимый, никем неведомый, никем незримый, в моей душе или в памяти моей приемлет вновь и цвет, и очертания, и голос. Это милое лицо ровесника и друга школьных лет, поэта-мистика, который мне вверял наивные мечты свои. Увы, в тридцатые годы романтик юный сгорел от них, и на моих глазах угас на веки. Звали мы его Вадимом, а фамилия его была Кириллин. Будь он жив, быть может, он так же бы боролся и с нуждой, и с неотвязной музой. Но его чело не знает тернии, и он спит глубоко в сырой могиле. И могилы этой, когда-то дорогой и орошенной слезами и увенчанной цветами из городских садов, теперь никто бы и не нашел. Недолговечно наше подсмертное жилище, как и все на свете. Но каким воскрес он в моих воспоминаниях, как любимый товарищ. Пусть таким и выплывает на этот лист бумаги для того, чтобы перейти в печать или в камин, что иногда почти одно и то же. Семнадцатой весны свидетель, школьник, хотя и не наивный, но едва ли и первым пухом тронутый, с улыбкой ребяческой и грустным взглядом, он был далеко не первым в семиклассной гимназии. Легко ему давался язык Гомера, знал он наизусть стихи Горация, но единицы из алгебры ложились на школьном пути его, как бревны, и с трудом одолевал он эту баррикаду, чтобы как-нибудь идти за всеми нами к последнему экзамену. Успех его не радовал, его не понимали. Один лишь я заглядывал поглубже в кристальный мир души его со всею игрою радужных его фантазий, но, как и все, подчас его дразнил и негодуя спорил с ним, и помню, в один прекрасный день сказал ему, «Мы в барышень влюбляемся, а ты, несчастный, ты влюблен в царицу воздушную своих воздушных замков». Кириллин засмеялся и сказал, «Она сама не раз к тебе являлась, а ты и проглядел ее. Мешали соседки. Кто же в этом виноват?» Не странно ли, что этот фантазер не по летам развит был. Недалеким его считали наши педагоги, но наши педагоги нас не знали. Возвышенное и святое мы из воздуха, должно быть, почерпали. Учились у самой природы или в поэзии искали идеалов. Таков в особенности был Вадим. Припоминаются мне матери его ворчаливо-нервные добрые черты и хлопотливый взгляд. У ней был вид болезненный. Она носила траур по мужа, но в заботах о семье забыла горе и едва сводила концы с концами. Пятерых детей обуть, одеть и прокормить — не шутка. Их дом был невелик и невысок. Всем было тесно. Как дубок, цепляясь за трещины и запуская корни в извилистые щели с влажной пылью, растет на камне, так он рос среди своей семьи патриархальной, чуткой к его болезням и неравнодушной к его балам. Никто в семье не знал, чем наполняет он свои тетради. Он прятал их или бросал в огонь. Никто не знал, куда скрывался он по праздникам с утра и отчего запаздывал к обеду. Знала мать, что не в гостях он и не у своих товарищей играет в карты. Знала, что одиноко любит он бродить, куда глаза глядят. И на него, махнув рукой, вздыхала. Не похож он ни на кого из братьев. Те прилежные и сообщительные, а этот дик и недоверчив. В летний день, бывало, по воскресеньям уходил он в рощу, что примыкало к городскому валу и где паслись коровы. Звук свирели пастушеское и ржанья кобылицы, стреноженный и перекатный шум, колеблемых дыханием ветра листьев, как музыка, ласкали слух его. И вдоль ручья он уходил далеко от города. И как рыбак, который, закинув удочку, ждет целые часы улова, чтоб, недаром голодая, прийти в свою семью с лещом и льщукой, так, походя, весь день он ждал чего-то необычайного. Прислушивался к ветру, приглядывался к искрам солнца в струйках чешуйчатых, ласкающих камыш или под тень развесистой ракиты. Ложился на песок и напряженно, как бы подглядывая чей-то вечно теряющийся шаг, глядел он на все далекое и близкое, как будто боялся проглядеть или проспать, неведомое им в природе чудо или виденье. Сам не понимал он, что иногда таилось у него в душе болезненной, готовая верить и в красоту, и в Бога, и в природу, и в демона. В двенадцати верстах от города был монастырь. На берегу Оки стоял он, заслонившись рощей березовой от столбовой дороги. И летом он ходил туда молиться. Но что мудреного, что наш мечтатель любил крутой высокий берег, вид на луговую сторону реки, возобновленный бедный монастырь и те развалины, где находился великокняжеский когда-то терем. Там, по преданию, жил когда-то или гостил великий князь Рязанский, Олег, колеблющийся современник, побоище на Куликовом поле. Невзрачен был вид этих теремов или развалины, то был не замок и не дворец, а просто дом кирпичный, без потолка, с обрушенным карнизом и маленькими окнами. Без окон с подвальным входом нижний был этаж. Обломками старинных израстцов и кирпичей засыпанные сени высокую крапивой заросли, тогда как на стенах вверху ютились березки и кудрявились кусты. Все проходили равнодушно мимо кирпичных стен неживописной этой развалины. Один Вадим Кириллин любил там по часам стоять и слушать, как наверху весенний ветерок, порхая, шелестил листвой березок, и как там пели птички. Это все невольно говорило сердцу и уму, что жизнь и знать не хочет ни о том, что было, ни о том, что будет. Всю природу удовлетворяет миг насущного. Но мы не таковы. Без прошлого и будущего мы не можем жить, принадлежа всецело обоим, как растительная жизнь принадлежит корням цветочной пыли или завязи плодов. Между грядущим и прошлым мы – таинственная точка, лучистая, которая нам светит или назад, или вперед. Вот Кириллин любил, оглядываясь и рисовать, и нашу быль, и наши небылицы. Не мудрено, что, стоя перед этой красноречиво-бедной стариной, с ее нерадостно прожитым веком, мечтал он, и, мечтая, домечтался до лихорадочного бреда. Вот как сам описывал он мне свой странный бред, наверное, прикрашенный его живой фантазией. Всю ночь согреться не мог я. Но, ты знаешь, я люблю простудой лечиться от простуды, прогулкой от бессонницы. И вот, не торопясь, дошел я до того монастыря, где схоронен отец мой, и где когда-нибудь меня зароют. И там застал я позднюю обеднюю, заупокойную, но я заметил у Клироса Метелкина, Захара. А где Захар Кузьмич, там не могу я молиться, сам не знаю почему. Быть может, от того, что осуждаю, а если осуждаю, то грешу. И этот грех мешает мне молиться. В пределе гроб стоял, и так сквозило тлетворной сыростью, что вышел я на воздух. Голова кружилась, сердце в виски стучало. Утро было тихо, тепло и пасмурно. Я был не в духе, тосковал, и даже без причины готов был плакать. Незаметно, ежесть, я подошел к обломкам. Сам обломок великого чего-то, может быть, и беспредельного чего-то, но чего не ведаю. И вот невольно стал я глядеть в окно глухой кирпичной развалины. И вдруг передо мной возник далекий век. В туманном и пыльном полусумраке в окне я увидал тесовую кровать под пестрым пологом, а там, за нею, в углу на гвоздике ручник с каймою из деревенских кружев. Протираю глаза и вижу, как во сне к окошку подходит девушка и при горюнесть одной рукой поддерживает локоть другой руки. Камчатный сарафан еще не доверху застегнут. Видно, не рано встала, подошла к окошку, задумалась и молча смотрит вдаль. Уж не пняжна ли, думаю, у ней на голове жемчужная повязка и с долинными подвесками сережки из серебра и бирюзы. Вздохнув, она меня заметила, и брови слегка приподнялись и потемнели. Большие влажно-серые глаза, и как-то странно, розовые пятна на молодом лице ей не мешали казаться страшно бледной. Все-то вдруг замерло во мне, когда она заговорила. Господи, какой прерывистый и ласково плачевный был этот голос. Мальчик, ты не знаешь, какая день и ночь змея-тоска сосет мне сердце. Не котлы кипят кипучие, ножи точат булатные. Что будет с Русью? Старший брат мой в глухой степи Тамбовской в плен к нагайцам попался и зарезан. Младший брат мой дремучими болотами, лесами куда-то пробирался, и о нем ни слуху нет, ни духу. Или леший его завел и заморил, или ночью русалки утащили в омут темный. Старуха-мамка ждет сынка родного из золотой орды, и день и ночь сидит в лесу на пне и молча, повязанной качает головой. Все что-то шепчет. Выплакала очи и помешалась. Мой родной к мамаю поехал ублажать его дарами. Жених сбежал в Москву. Что с нами будет? Неужто и взаправду затевает Дмитрий Иоаннович, московский великий князь недоброе, войну с татарами, как будто есть на свете такая силища, что одолеть их полчища несметное. О, Боже, как глухо все кругом, как будто все вымерло, и голод, и пожары, а я все жду, все жду, все жду чего-то ужасного. Все думаю, придут, и если не зарежут, свяжут руки на позор, неслыханные меня сведут на рынок и сорвут с меня мои одежды, потешаться станут моим стыдом и ужасом смертельным. Недаром я все ночи напролет не сплю и все дрожу, как листик остиновый. Скажи мне, мальчик, какие вести ходят, что пророчит Фома юродивый? Что ж ты молчишь, мой милый, мой болезный? Помутилась в глазах моих, забила сердце, я бросился к окну, крапивой руку обжег, и в ужасе остановился. В окне мерещился какой-то призрак, запутанный в лохматый саван, но ударил колокол, и я очнулся. Стал озираться с затаенным чувством тревоги, не с ума ли я сошел? Не раз фантазия, как бы шутя, вела меня к вопросам, а вопросы вели к фантазии. Но никогда средь бела дня таких явлений странных я не испытывал. И Бог посылал мне это испытание, и глубоко взапал мне в душу этот голос страдальческий, былого гора, былого горя, страстный призыв и жалоба. Но в это время за черную железную решеткой раскрытого церковного окна я услыхал, как хрипло хором пели монахи со святыми упокой. И веришь ли, мне вдруг вообразилось, что я в гробу увижу ту княжну, ту девушку, которую в окошко развалины звала меня. Я трусил, когда входил в предел, но, слава Богу, гроб был еще не заколочен. Мельком я увидал поблеклый, желтый профиль старухи в чепчике. Бумажный, с оттиснутыми обросками венчик, своей окраской и позолотой, пестрее, неподвижно прилегал к ее навек застынувшему лбу. И понесли ее в дыму, кадил, зарыть в сырую землю недалеко от церкви. И Захар Кузьмич пошел за гробом. Издали я помолился за упокой души какой-то грешной боярыни, рабы господней Марфы. И зашагал, надвинув на глаза свой козырек через ворота в рощу, затем по столбовой дороге. Эх, должно быть, слишком медленно шагал я по этой столбовой дороге. Этот мне ненавистный друг Захар Кузьмич догнал таки меня, и, несмотря на то, что я давно ему руки не подаю, пошел со мною рядом и стал болтать. Сейчас похоронил я одну почтенную старушку Марфу Игнатьевну. У ней есть дочка, красавица. Писал я к ней и думал, приедет, не приехала. Небось, ковы старуха-то была богата, все бросила бы и уроки, и барскую усадьбу. Жаль, любезный, что вы ее не видели. Красотка, первейший сорт, мурашки по спине. Так и ползут, коли возьмешь, и этак в своей руке начнешь ей пожимать субтильную хорошенькую ручку. А взглянет, черт возьми, струсишь и возликуешь. Ну да вот, постойте, помрет мой батька от служу молебен, да-да, молебен, а не панафиду. Слыхали, чай про скрягу, про Кузьму Теренкича? По-нищенски живет, из-за рваного халата не выходит. Сидит зимой по вечерам в потемках без свечки, ночью бегает кругом двора и лает. Выучился лаять отлично по-собачьи, все же легче, чем содержать или кормить собаку. И что ж, пробовал поднять и один сундук, не сдвинул с места. Деньги лежат пудами, счету нет. И что ж, живет осьмой десяток, высох весь, как щепка, а еще кряхтит и дышит и помирать не хочет. А помри он, и руки у меня развязаны. Могу, на ком хочу жениться, стоит только разбогатить, и никакая краля мне не откажет. Но а с жинкой самозаливаю, будь только небрезглива да неглупа, ей-богу, можно сделать карьеру. Я же не ревнив. Могу на всякий вздор глядеть сквозь пальцы нас. Вот только погодите, позову на свадьбу, пир горой задам. Вы мне противны, молвил я, противны, как гадина. Ого! Он покосился с усмешкой помолчал немного, скорчил задорную гримасу и сказал, а все же я зайду к вам отдохнуть с дороги, то есть зайду не к вам, а к вашей матушке, и выпью водки, и закушу. Однако выходок, бежите так, что вас и не догонишь. И он отстал, конечно, но добавлю, я так устал по милости его, что, прибежав домой, в постель свалился, и, говорят, всех напугал, и мать, и няню думали, что у меня горячка. Весь божий день до звона ко всеночной я был в жару и бредил. Пришли Петровки, многие из нас разъехались по деревням, иные остались в городе, я был в числе оставшихся и навещал Вадима, мы с ним сошлись, я был трезвее, благоразумнее, даже думал, не сам ли он по милости своей фантазии пледет свои рассказы и увлекается, и сам их верит. Но слушал я его, не возражая, с любовью слушал, так порой умел он и убедительно, и живописно передавать мне грезы молодой своей души, я не всегда хвалил его стихи, но все же между нас нашлись такие точки соприкосновений, которые нас сблизили. Сначала досугу радуясь, он весел был и много шлялся, а весело он мне рассказывал, как видел поздней ночью у мельницы блесомута, сам видел русалку, как она чесала косу, как издали мелькал в потьмах, как мрамор ее белеющийся влажный локоть, и как она вскочила с диким визгом и бултыхнулась в реку, все исчезло. Он долго ждал, но темная река уже ему своих заветных тайн не выдавала. Долго, тщетно ждал он, так и не мог узнать, была ли это русалка или баба. оба мы смеялись, и никогда я не видал Вадима таким здоровым, бойким, откровенным, готовым даже над самим собой трунить и соглашаться, что все вздор, но что без этих глупых бредней скучно ему, и что без них никак не может он обойтись. Вдруг перемена, вдруг он стал рассеян и меланхоличен, а меланхолия болезнь. Она таится в нервах и боится смеха, и если улыбнется, то такой натянутой улыбкою, что ей становится неловко, юность не церемонится. Я стал его расспрашивать, стал приставать к нему, скажи, скажи, здоров ли, что с тобой, или ты опять влюблен в мечту, в царицу своих воздушных замков, и однажды в вечерний час и на него нашла минута откровенности. На днях, сказал он, праздник был в монастыре, и, несмотря на зной, задумал я идти туда и там застать обедню и с вынутой просфорой вернуться к старухе няне, но, как не спешил, я порядком запоздал, застал толпу на паперте и даже на погосте, чтобы протесниться в церковь, нужно было толкаться и давить мальчишек, я пошел бродить по старому кладбищу, там видел я, как кое-где, накренись к сырой земле, подгнившие кресты линяли, каменные плиты были покрыты лишаями желтовато-оранжевого цвета или мохом коричнево-зеленым, письмена же славянские, которых уже давно никто не разбирал, истерты были ногами и засыпаны землей, все навело меня на мысль, не здесь ли покоятся остатки той княжны, которая весной в окошке мне мерещилась, тут мой приятель, помню, пустился в рассуждение, повторять их слово в слово не могу я, но таков, по крайней мере, был их смысл. Я знаю, прах ее давно исчез, рассыпался, и с ветром, может быть, вокруг меня носился вместе с пылью, так, если я спрошу тебя, куда осел дымок соломинки спаленной, ты без труда мне тотчас же отвечешь, на камни, на траву, на человека, но где рассеялось ее сознание, в какую превратилась пыль, печаль, или на ком ее осело чувство, любовь ли, ненависть ли, все равно кто скажет, даже ты не скажешь, добавил он наивно, к нам не шло ни философствовать, ни задавать неразрешимые вопросы, мы о них мечтали и решали их по-своему, и так вообрази, он продолжал, вообрази, что если России и теперь грозят враги, и ежели беда не за горами, то что мудреного, что то же чувство тревоги и печали, тот же страх за родину проснулся в этой тени, что веет около развалин, или вокруг того гнезда родного, где так безотрадно в страхе и тоске прошла ее всю молодость, иначе как это все понять? Тут он хотел еще добавить что-то, но запнулся, потупился и покраснел. Ага, я, значит, прав был, ты влюблен в свой глупый бред, в свою больную фантазию. Фантазия ли это? Сам рассуди, воскликнул он. Я шел с кладбища, сзади старых теремов великокняжеских, и уж хотел я пройти на ту лужайку, где тютюн курили кучера и поджидали своих господ, а возле экипажей помешничьих разнузданные клячи, маша хвостами и обороняясь, от оводов пинали мураву, щипали мураву, и в старых хомутах своих казались счастливее меня, так благодушно живали и оглядывались. Шел я, задумавшись, и вдруг на перекрестке двух узеньких тропинок, где цвели акации, я по неволе дрогнул и стал как вкопанный. В пяти шагах передо мной была озарена сиянием полуденного солнца красавица. Он никогда еще глаза мои на свете не видали такой небесной чистой красоты. Я ею поражен был как виденьем и замер. Девушка была в простом суконном черном платье, бледный овал лица ее и белый лоб был оттенен приподнятой вуалью, глаза большие, синие глаза, задумчиво из-под густых ресниц в молитвенном каком-то настроении куда-то вдаль глядели и в чертах ее лица казалось грусть была невыразимая, а пряди пышных темнокаштановых волос ее велись и ветерок слегка ласкал их, словно остерегаясь смять их. Говорят, Мадонна Рафаэля совершенство, но совершение того, что дал мне Бог увидеть, я не знаю. Уж не сон ли, подумал я, и мне хотелось заговорить, но у меня язык прилип к гортани. Вдруг она очнулась и тотчас же заметила меня. Она заметила смешной восторг мой, мои с таким наивным изумлением приподнятые плечи, улыбнулась, потупилась и, опустившись кладки своей буали, легкая, как тень, исчезла за стеной и, может быть, у паперти вошла в толпу, а я, увы, я как дурак на том же месте стоял, как вкопанный, был, как в чаду или в тумане. Мне хотелось плакать и ликовать и славить Бога. Я все забыл, как даже спохватился. Уж было поздно. Тщетно я, как угорелый, бросился туда, где раздавался благовест. Народ из церкви выходил, и в экипаже подсаживали барынь. У ворот сидели нищие слепцы и дребезжали глухими голосами, что-то пели про Лазаря, никто не слушал их, бросая в деревянные чашки копейки. Мужики крестились, бабы грудных детей завертывали в тряпки и сонных уносили их. Все тот же седой монах в лиловой камеловке стоял у будки с образом, и медный звон колокольчика его едва, едва был слышен. Дальше за стволами березок вдоль дороги столбовой шли серые обозы, и клубилась густая пыль. Рассеянный, горячий, весь как в огне, напрасно я искал глазами образ или хоть намек на ту, которая так безбожно, так глупо прозевал. В коляске, в четвероместные кареты, в дрожки старинные заглядывал нигде. И так порывисто дыша я вышел на пыльную дорогу. Несомненно, своих знакомых я бы не узнал, когда бы их на пути случайно встретил. В моей душе все путалось, все было восторжено и глухо, я не шел, летел, как бы по воздуху навстречу таинственной улыбке. Красота во очи явилась мне, меня заметила и даже улыбнулась. Чего же еще? И знойный весь к обеду вернулся я домой и, может быть, впервые распахнувши душу, молвил, есть в мире чудо, и не даром, братцы, я все искал его, теперь я знаю, что это чудо красота. Никто меня не понял, только старший брат пробрамотал, пожалуйста, любезный, садись, и чепухи не городи. Пришла зима, по временам он был прилежен, мог прочесть на память песню из Ильиады, а по временам не понимал пустейшего вопроса, и озадаченный глядел в лицо учителя. Не оттого ли это, что иногда он в классе потихоньку читал романы Виктора Гюго или баллады Шиллера? Беседы о прошлом, о любви, насколько припоминаю, не было между нами, и было для меня покрыто мраком то, что таилось у него в душе. Но помню, я на святках в поздний вечер сижу я у него на сундуке, и при мерцании одной лампадки с ним весело беседую. Скажи, любезнейший мой друг, куда ты это в начале августа утек из дома так, что отсутствием своим и мать, и няню, и весь дом обеспокоил? Никто понять не мог, зачем? Кому ты дал обед сходить на богомолье? Что за обед и по какой такой особенной причине? Так, безо всякой особенной причины блажь нашла. Хотелось мне куда-нибудь подальше уйти от вас. И, право, я не каюсь. Ведь жизнь бродячая меня невольно заставила подумать кое-чем, и поэтических немалых впечатлений я вынес из моей бродячей жизни. Не раз при звездном небе темной ночью на повороте в темный парк стоял я усталый от ходьбы и, признаюсь, боялся подойти к усадьбе там, кто знает, черти или люди, или за нищего меня лакеи примут, или собаки полу изорвут, а мне из-за кустов дубов и клёнов приветливо мигают огоньки, и звуки музыки как бы издалека приносятся, и слышен голос женский, и забывается усталость, веет поэзией, а недалеко проза, ряд куриных изб, невежества, и ругань, мозолистые руки, черствый хлеб, клопы и тараканы. Раз случилось садовник, старичок застал меня у садовой калитки на скамье и расспросил, и сжалился, и вот пока всю ночь в куртине от воров он яблонь и господский истерёк с мешком под головой и на рогоже я спал в его дощатом шалаше. Спал как убитый, не подозревая, что угрожает в случае пропажи незрелых яблоков тому, кто дал мне борченку приет в своем угле и спас меня от ливня. Иногда, беседуя с дворовами, я слушал, какие господа у них. Случалось и в курных избах ночевать, и даже укачивать ногой ребёнка в люльке, подвешенной к палатям. Раз в чулане старушка-ключница, чтоб разузнать, откуда я и почему скитаюсь, как оглашенный, угостила, медный кофейник принесла и сливки в чайной чашке и вкусными лепёшками снабдила дорожный мой мешок. Она кума дворецкого и тётка-поварёнка должно быть по чутью уже смекала, что родился я не в избе крестьянской и не на барской кухне и вздыхала и охала, что сирота я бедный и что без денег вряд ли до родных дойду я и вернусь назад к началу уроков. Далеко, дескать, они живут. Не шутка триста верст идти без гроши, господи, помилуй. И сердобольная старуха, не шутя, тревожилась, как примет сироту спесивая родня, коли увидит, что я и не причесан и хожу в нечищенных сапожках. Хочешь, она мне предлагала, принесу я ваксы и тебе почищу сапоги. Я, разумеется, ей не дал ваксить своих истоптанных сапог. Не раз встречал я около одной усадьбы на скакуне лихую амазонку, блондинку с локоном из-под цилиндра, с откинутым назад вуалем или сопровождаемую кавалькадой, или вдвоем с одним и тем же франтом. Помню, следя за ними издали, я видел, как, сдерживая лошадей, они с проселка заворачивали в лес и пропадали. Раз один помещик в зеленом картузе, в очках и пьяный, чуть-чуть было меня не подстрелил утиной дробью, а потом по-детски расхохотавшись, вынудил меня сквозь горло пропустить какой-то жгучий напиток, что-то вроде зверобойной настойки, и при этом закричал «Да здравствует наука!» раз одна молодка, у которой мужу лоб забрили, приняла во мне участие и уложила на свою кровать с высокими подушками, а ночью пришла и просит дать ей местечко. Я уступил ей место, но ушел. Тут на дворе солом и ворох я нащупал, и в потемках под навесом дрожал всю ночь, как в лихорадке. Зубы стучали не от холода и страха. Сам не знаю от чего, быть может, лукавый бес мутил. Когда же поутру я пошел за сапогами, моя хозяйка, баба, молодая, дебелая, уже мила избу, и на меня косилось из-под лоба и что-то бормотало. Я спеша и задыхаясь процедил сквозь зубы спасибо за ночлег, надел фуражку и вновь побрел, куда глаза глядят. Неужели, я думал, мир грешнее, чем мы с тобой? Завидно было мне все это слушать. Или чудаки мечтатели живут особой жизнью, пока они еще не отравили своей мечты страстями и пороком? Вадим Вадим же и не думал похваляться ни целомудрием своим, ни мукой своей борьбы с лукавым искушением. Он просто изменить боялся чистой любви своей к неведомой ему красавице, боялся идеал, который он носил в своей душе запачкать грязью. И, конечно, его речам вполне я верил, но мне все-таки дразнить его хотелось. Да, говори, шутил я. А зачем всю зиму каждый праздник по церквам ты шляешься? То у Ильи пророка, то у Николы, то идешь в собор. Должно быть, на себя эпитемию ты наложил? Замаливаешь грех? О, да кто знает, молвил он, быть может, я грешу нечистым помышлением. Недаром же я словно окаянный нигде не нахожу себе покоя. Бывало, певчих слушать я любил, теперь и слушаю, а все меня куда-то тянет. Каждое движение в моей умолящейся толпе или просто шорох меня уже невольно как бы нудит, растерянно глядеть по сторонам. Скажи, куда девалась красота? Если есть она на белом свете, зачем она скрывается как клад, зарытый в землю скрягой? Отчего? Куда я не гляжу, нигде не вижу божественного образа? Вот вы влюбляетесь и знаю я в кого, и что же? Разве это красота? Тут я не вытерпел, спросил Вадима, уже ли он при всем своем блуждании кругом да около нигде не встретил той девушки? Ни разу, оборвал он, нигде, ни разу, не напоминай. Смеясь, я заглянул ему в лицо, а он поник и опустил ресницы. Мы помолчали. А княжну я видел, вдруг он проговорил, как бы очнувшись, ту самую княжну, что помнишь, когда я в лихорадочном бреду стоял перед развалиной и грезил. Неужели? Ну да, не наяву, конечно, во сне, но это было так же ясно, как наяву. Мне снился, братец мой, какой-то тихий летний вечер. Далеко распространялись сумерки. Заря из-за реки румянила туман, и всеночная отошла в монастыре. Монахи вышли в черных клобуках, к ним подкатили тройки, и они в какие-то телеги шумно сели и с колокольчиками укатили. Но хоть они меня и звали, я остался и в досаде на кого-то попал на монастырское кладбище. Иду, жду месяца из-за тумана, но нет, не месяца, не звезд. Одна вдали лампадка светит. Вдруг направо от узенькой тропинки мелким щебнем посыпана я вижу над могилой или над черной разрытой ямой поникла девушка. Она стоит ко мне спиною так, что мне не видно ее лица. Одну ее повязку на голове да косу я заметил и тотчас же во сне подумал, ах, нельзя ли избежать мне этой встречи. Зачем она? Я угадал чутьем, какая это девушка. Она та самая, которая в бреду мне грезилась в окне кирпичной развалины. И странно, почему-то я и во сне ничуть не сомневался, что это не живое существо, что это призрак. Сердце у меня, как говорят, захолонуло. Тайный ужас подсказывал беги, беги, пока она не обернулась. Но она вдруг повернула голову и тихо проговорила «Это ты, мой мальчик?» Я так и замер. Слышу в тишине уже знакомый мне певучий голос, и нежно-ласково и горький вижу, она меня рукою манит и лепечет. Уж я ждала, ждала тебя, мой милый, и ждать устала. Я перекрестился, стою и слушаю. Жених мой пал на куликовом поле, пал в бою с татарами, вернулся мой отец и не нашел меня. Придут баскаки и тоже не найдут. Я схоронилась, да и тебя сумею схоронить. От этих слов признаться, у меня колючий холод пробежал по телу, а я, как заколдованный, стою и слушаю. Пока жила я, мне любить хотелось. Бог не привел, и злые люди не захотели. Я жила одна у батюшки в высоком терему и ныло сердцем. Не с кем было и поделиться мне мятежным горем. И я ушла и спряталась. Никто и не заметит, как сойдемся мы в темноте. Никто нас не осудит, ни Бог, ни злые люди. Я люблю тебя, мой ненаглядный, мой желанный. И в тесноте нам сладко будет спать, и до людей нам дела нет. Ты мой, навеки мой. И очутился я от этой страшной девушки так близко, что я уже не мог не ощущать ее неровного дыхания на своем испуганном лице. Она дрожит от радости и страстного порыва и задыхается и уже не говорит, вормочет что-то. Серые большие ее глаза горят, она руками охватывает стан мой и влечет в то темное пространство, что зияет у самых наших ног. Я вырываюсь и не могу освободиться. Няня услышала мой стон из коридора, вошла ко мне, перекрестила. Я узнал ее нескоро, научнулся и поднял голову. Вот, вот, как я видел мою княжну. Эх, выслушав его, подумал я, не сочинил ли ты свой сон? Рассказываешь так красно, как будто ты мог припомнить все, что слышал ты во сне. Мы помолчали. Все это пустяки, сказал я наконец. Глупейший кошемар. Гроша не стоит в сравнении с тем, что испытал ты, когда блуждал по нашему уезду. Неужели, сказал он на прощание, пожав мне руку, этот глупый сон без всякого, без всякого значения? Без всякого, сказал я и ушел. Смешон мечтатель мой, исколесивший, быть может, сотни верст пешком без денег и без сопутника, с одной надеждой не нынче, завтра, где-нибудь случайно увидеть ту, чья красота глубока, как знойный луч в его проникло сердце. Ведь он пошел на поиски за ней, не для того, чтобы ей в любви признаться, не для того, чтобы ею обладать, а для того, чтобы видеть, только видеть и насладиться этим лицезрением, как наслаждаются святые старцы или аскеты, созерцая образ Мадонны, лик небесной красоты, что озаряет тихим светом их молитвами прославленную келью. Он верил, что на свете существует божественная девушка, и верил, что за ее свободу он готов идти в огонь и в воду. Стих его, небрежный, подчас неловкий, стал певучий, и я, его судья, неопытный, даже, может быть, пристрастно невзыскательный, ему пророчил славу. Что такое слава, он понимал по-своему. Быть может, под этим словом мой неисправимый мечтатель разумел триумф Тарковату или Петрарки, может быть, ему и снился русский Капитолий. Но будь жив он, как бы изменился он из зла и блага, из противоречий того, чего он ждал и не дождался, какую б он блистательную соткал одежду для своей тревожной музы, и эта муза нам была родная. Но он не вынес их противоречий этих. И первый, беспощадно нанесенный удар его мечтательному сердцу был для него ударом роковым. Захар Кузьмич куда-то стушевался и разнеслась по городу молва, что наш Кузьмич у своего отца заветный ключ похитил. И старик, с отчаяния рехнувшись, в тот же день повесился над сундуком в чулане. А в том окованном железо-сундуке, когда его раскрыли, оказалось немало золота, серебряных рублей, полтинников, грошей и ассигнаций. Наследника поздравили и дело об удавившемся отце замяли. Но, говорят, Захар Кузьмич устал от всяческих хлопот и забеганий. А что, я помню, спрашивал Вадим, разбогатев Метелкин отслужил ли молебен благодарственный за то, что уморил отца или панафиду велел отпеть, как лицемер сутяга и подлый трус? Жаль, говорила Кириллина его родная мама, жаль, что Захар Кузьмич давней как нам не заглядывал, забыл про нас. Ей было жаль Захара Кузьмича не потому что этот балагур умел ее и посмешить, умел и сострадательное сердце в ней затронуть, даже клялся ей однажды с великим сокрушением, что взял спросителя за переписку просьбы двух гривен и так он нуждался бедный. А может быть, ей втайне было жаль, что некому хвалить ее стряпни. Пока отсутствовал Захар Кузьмич, мы в эту зиму часто собирались у самовара пожилой вдовы и пили чай в ней и оглашали ее уютный, тесный, деревянный домишко с шумом наших голосов и нашим хохотом. Один Вадим ни с кем не спорил и не хохотал, зато, когда мы ночью расходились, позднее всех гасил свою свечу и наполнял свои тетради бредом восторженно настроенные души. Все шло по-прежнему и не скажу, чтоб время шло по-стариковски скоро. Мы торопились жить, а дни за днями шли медленно, как будто нам на зло испытывая наше нетерпение впервые бросить наши очаги, откочевать в Москву и там держать экзамены. Вадим давно мечтал о лекциях святелищем каким-то ему казался университет, но стал я замечать, он как-то вдруг поблег, осунулся, стал равнодушен к учению и к задарным остротам своих товарищей, и я уже не мог, никак не мог его разговаривать. Ты болен? Нет. Страдаешь? Может быть, не знаю. Да кому же знать? Помилуй, ты страшно изменился, да? Какая же причина? Ах, отстань, я не могу, дай мне опомниться, дай мне очнуться. А что ты пишешь? Ничего. И точно. Он перестал записывать свои фантазии, ложился рано спать, не думал в уроках, апатия, лень двигаться и говорить, нашла на этого исполненного жизни и трепет и затаенной страсти загадочного юношу. Он гаснул. И я, я это видел раньше, чем его родные братья. Вдруг от них я узнаю, что мой Вадим недавно зашел к Николе в церковь и зашел туда в веселом настроении духа, случайно услыхав, что в церкви свадьба и что венчается никто иной, как бывший их домашний шут Метелкин. И что за чудеса с Вадимом в церкви случился обморок и он очнувшись на паперти был бледен, как мертвец и говорят домой пришел под утро в снегу весь, так как ночью бушевала февральская метелица и лег свою постель не раздеваюсь. Наконец я узнаю, что мой чудак несчастный нашел ее, нашел свой идеал, свою красавицу. Она стояла вся белая под белым покрывалом и в свадебном венке перед налогем с венчальной свечой, а с нею рядом такую же свечу держал Захар Кузьмич жених сегодня, завтра муж или ее законный обладатель. И долго мой Вадим глазам не верил, все думал, что ему опять проклятый снится сон и душит, душит, как кошемар истискивает сердце как бы железными клещами, но действительность была неотразима. И эта пестрая толпа, и шофера, и дамы, и какой-то генерал в завезде, и ленте не могли ему пригрезиться. Он чуть не вскрикнул, все помутилось у него в глазах, и обморок помог ему. Толпа зашевелилась, оглянулся даже Захар Кузьмич, но ничего не понял. Вадима подняли, и он очнулся на паперте. Он и она. Вот все, что он твердил, усевшись на моей кровати. Я же заманил его к себе, чтоб как-нибудь его по дружбе развлечь и успокоить. Он он и она, как это сочетать, не постигаю, все меряя на свой оршин, на все распространяя правоту свою, он, бедный юноша, был возмущен, так возмущен, как будто бы случилось и редкое, неведомое себе то событие, и злое святотатство. Какой позор! Красавица за деньги венчается с безнравственным уродом! Ах, знаешь ли, он говорил мне, словно рыдал без слез, ведь если б увидал я, что тут насилие, что она грустна и стерзана, со следами на лице от солез и от бессонницы, не знаю, что бы я наделал, я б сошел с ума, я вырвал бы из рук ее свечу и оттолкнул бы негодяя эту мышь в белом галстуке, нет, жабу в перчатках и в зеленом вице-мундире, и разумеется, меня безумца связали бы и в сумасшедший дом отправили, и что ж, она была свежа, спокойна, даже улыбалась, да разве может ангел улыбаться в когтях у обезьяны, улыбалась, вот что мучительно, нет, было бы легче сойти с ума, так он негодовал, но по какому праву мог он так негодовать, он не был с ней знаком, она его не знала и едва ли подозревала, что какой-то школьник был поражен случайной с нею встречей и платонически в нее влюбился, она была свободна и могла располагать своей рукой, увы, наивной юноши, он слепо верил в гармонию души и тела, думал, что красота телесная не что иное, как форма внутренней, душевной или духовной красоты, он был и не в нее влюблен, он был влюблен в свой идеал, в ней обожал он одно лишь совершенство, образ Божий, и этот образ Божий он носил в своей душе, и он мирил его со всем земным, обыденным и пошлым, и что же, как жестоко вдруг наказан его идеализм, она жена Захара Кузьмича, известный всем и взяточник, и лицемерный шут, готовый из-за рюмки водки льстить и подличить, отныне властелин ее небесных прелестей. И чем он мог ее пленить? Конечно, заветным сундуком, куда скопил копейками богатый вклад презренный и жалкий скряга. Сразу так упасть в его глазах. Не значило ли сразу опустошить тот храм, где так недавно она сияла и господствовала? Вот в чем главная разгадка, страшный смысл его отчаяния, которому я был свидетелем. Он был романтик, начитанный провинциал тридцатых годов. А мы, друзья, почти в конце железного на всех парах куда-то не в безднули несущегося века, обходимся без всяких идеалов. У нас есть только замыслы о нашем благополучии. И в наши дни, конечно, не без мечтателей. И нас мечты терзают. Неотразимые мечты, одним подсказанные голодом, другим подсказанные завистью или жаждой богатства, роскоши и наслаждений. Мы рады, если к нам благоволит жена приятеля. И чем в ней меньше стыда и целомудрия, тем лучше. Понятно, что Вадим бы нас не понял, как мы его не понимаем. Он отстал. Но все же я люблю его. И дорога мне память мечтатель моем и сверстники, мне жаль, что не достиг он глубокой старости. Мне было любопытно, на что бы он истратил в долгие годы свой дар, свои стремления и порывы. Теперь я знаю только, чем наполнил он мрак и пустоту своей так рано ограбленной души, не мертвой скукой и не долблением уроков. Чем же? Прошло каких-нибудь два месяца, и вот не знаю где, быть может, у монахов стал доставать он книги в стародавних источенных червями переплетах. Славянские божественные книги и стал учиться и, начи сказать, стал переучиваться. И не раз я эти книги видел у него и говорил ему, да разве ты намерен поступить в монахи? Я тогда не понимал, чего он ищет, а он искал иного идеала, иного подвига, не потому ли, что в пустоте душевной и сердечной не мог дышать. Однажды в дни поста великого один из наших смирных преподавателей, который трусил инспектора и никогда при нем не нюхал табаку, боясь чихнуть и не найти платка в своем кармане. С участием обратясь к Вадиму, молвил, за что вы обижаете себя, так вяло учитесь? Вадим привстал, но не смутился. Оттого, сказал он, что ни Христос, ни ангелы, ни бесы меня не спросят, знал ли я урок или умею ли переводить языческих поэтов? Что за вздор? отозвался учитель. Не для Бога и не для беса мы вас учим. Учим, чтобы вы могли экзамены нам сдать и поступить в студенты, если только туда вас примут. Хе-хе-хе, да как вы похудели и усунулись, что с вами? Еще, голубчик, вы вообразили, что не сегодня-завтра вы помрете, а ну как не помрете, как тут быть? Вадим потупился и ничего не отвечал. Мы на него глядели и думали, как он странный этот Вадим Кириллин. Отчего бы это? Кириллина, как мать, одна из первых, заметила, что сын ее хереет и по ночам не спит, а днем нет-нет, да и приляжет на кровать. Она тревожилась, он жаловаться стал на головные боли. Только братья не обращали на него внимания или шутили, вот придет весна и отгуляется, не в первый раз он лихорадкой болен и хандрит, не беспокойтесь, маменька. Однако она за доктором послала. Доктор был обрусевший немец, краснощекий, да белый и высокий средних лет мужчина. Золотые он носил очки и руки мыл одеколоном. У наших богачей он был в ходу, его любили и по вечерам играли с ним в бастон и в амушку и, разумеется, не знали, что ученый сей муж прописывал один рецепт от всех болезней, непомерно длинный, замасловато, сложный и вдобавок ужасно неразборчивый рецепт. зато его лекарства отличались разнообразием цветов и вкуса, но это не мешало иногда и выздоравливать. Предполагаю, что и Вадиму тот же неизменный прописан был рецепт. Почтенный доктор уверил мать, что это пустяки, что стоит мальчику немного пропотеть и все пройдет, все как рукою снимет. Затем он деньги положил в карман, сел в собственной дрожке и уехал. Раз я пошел к больному утешать, что скоро, скоро встанет он с одра, мы вылечим. И хорошо, сказал он, я сам желаю встать, и солнце светит, и воробьи чирекают с утра, и голуби воркают, стыдно мне, что я лежу ненужно никому, расслабленный, с глухой ломотой в груди и в голове, молиться даже я не могу, мне тяжело, то звон в ушах, то заволакивает зрение, и легче мне с закрытыми глазами. чтобы быть здоровым думая здоровье и позабудь ту свадьбу, помнишь? Помню и рад, что помню. Умерло во мне все, чем дышал я, а дышал я таленом и суетой, если встану я, и вера мне осветит путь мой, о, тогда я всемогущ, и дикий зверь пойдет со мной рядом и не тронет, на ядовитую змею босой ногой наступлю и не ужалит, в трескучие морозы выйду я, полураздетый и не простужусь. Я слушал, слушал, наконец пожал плечами и сказал, не понимаю, поверю, дастся вам. Добавил он упавшим голосом и замолчал. Безмолвствовать с закрытыми глазами, лежать, мечтать или думать, вот чего ему хотелось. Вот зачем так тихо, так неохотно говорил он взглядом, скользя по всем предметам. Мне признаться, не нравилось мерцание в глубине его зрачков, жар талеющей души для нас закрытый. Впрочем, мне и не мерещилась возможность смерти. Я не думал, что легко из жизни быть вычеркнутым или навеки стертым, как с ученической доски фигурка, начерченная мелом. Думал я, что смерть далека, где-то за горами. Еще никто при мне не умирал, все были живы. Боже мой, каким иным его застал я на страстной в конце недели. Тихо улыбнувшись, меня он встретил, руку протянул горячую, сухую. Я заговорил о том, как я гобел и причастился, кого я в церкви видел и спросил, ну что, каков ты? Ничего, умру во вторник на святой неделе утром. Спокойной уверенностью тихо проговорил он. Пустяки, мой милый, кто это может знать? Он улыбнулся и, право, я еще такой улыбки таинственной ни разу не видал ни на одном лице. Он понял, что я словам его не доверяю. Неужели я лгу, лгу перед смертью? Не без упрека, ласково, сказал он, и ласково, и строго, дай мне слово, что никому, ни матери, ни братьям ты ничего не скажешь. Для чего мне огорчать их? Пусть встречают день светлого Христова воскресенья все так же весело и так же шумно, как в прошлый год, и ты им виду не подавай, что на святой во вторник поутру около семи часов меня не станет. И, помолчав с минуту, тем же слабым, разбитым голосом он продолжал, ну да, неужели я не поверю наитию? Ведь это благодать такое наитие. Ведь это милость Божья, неизреченная. Я поздней ночью с закрытыми лежал глазами, вдруг почувствовал, повеяло в лицо мне как бы невидимым крылом, и вот послышалось мне пенье. Долго думал, не снится ли мне это. Но, ты знаешь, во сне не задают таких вопросов. В каком-то трепетном испуге слегка приподнял обеими руками, опираясь в больную голову. И верь ты мне или не верь, но как тебя я вижу, так и его я видел. Светлый весь в светительской одежде подошел ко мне святой с улыбкой благотворной и кротким взглядом, подошел к измятой моей постели и сказал «Вадим, да не смущается душа твоя, приставишься ты на святой неделе во вторник утром около семи». А тайну что потом он мне поведал и все что от него узнал я мне он запретил рассказывать да я я и не мог бы если бы хотел. И так мне сладостно что я и сам не знаю от чего заплакал. А он святой угодник Божий мне свою десницу положил на грудь потом благословил и незаметно как бы на воздух поднимаясь солился с лампатным светом. Комната моя наполнилась благоуханьем. долго я не мог заснуть и горячо молился. Смотри же никому ни слова. Я аж успею после святой заутринии со всеми и похристосоваться и с тобой. Да не забудь мне принести яичко по-прошлогоднему без всяких вычур простое красное яичко приходи разгавливаться а теперь прощай мне легче если я один а то приходит няня голосить старуха предчувствует мне кажется когда вокруг меня никто не шевелится когда все тихо легче мне прощай и на другой же день в субботу я зашел к нему меня к нему тянуло на этот раз его застал я спящим во сне он вздрагивал у изголовья сидела мать она была бледна что лучше ли спросил я и не знаю что вам сказать был доктор говорит что он через неделю встанет ничего опасного он не находит посидите с моим голубчиком за мной из кухни два раза приходили нужно пасху и куличи готовить нет минутки свободной праздники что делать я чтобы не будить больного молча дал жестом ей понять дескать останусь не беспокойтесь но едва успела Кириллина перешагнуть порог Вадим раскрыл глаза а где же мама спросил он как я рад однако что ты зашел есть просьба в понедельник ты обеги товарищей моих и за меня скажи им что Вадим Кириллин умирая просит их по-христиански отпустить ему невольные и вольные обиды потом зайди к Метелкину Захару и тоже попроси его простить меня за ненависть и за презрение за грубые слова за все чем я его по вольной воле раздражал а вось простит ну а его жене мне что сказать жене какой жене он словно позабыл и удивился что позабыл ах да но я не знаю я перед ней ничем не виноват и если осудил ее заочно каюсь да и она раскается быть может ей суждено быть может испытание а я я вмешиваюсь в Божий промысл и смею возмущаться он замолк минуты на две глядя с сокрушением на образок висевший на стене перед его постелью наконец очнувшись он проговорил ну а с домашними еще успею я проститься боже мой зачем к чему мне вздумалось его спросить а что сказать жене ведь это было с досады на него зачем дает у меня такие поручения но я слава Богу понял что мои все доводы и все что я хотел ему доказывать все было глупо и даже неуместно разве мог я больного друга вызывать на спор или сказать что ни за что не стану я у метелки напросить прощения с тех пор как он набил свою машну он и забыл что есть на белом свете какой-то мальчуган Вадим и наконец не дико ли и даже не смешно ли ловить товарищей из-за Вадима просить прощения мы его любили и никого из нас он не обидел так молча думал я затем я помню что коридором проскользнул я в кухню где пахло сдобным тестом и сандалом сказал хозяйке что Вадим заснул и вышел теплый день апрельский не разогнал печальных дум моих если ум отказывался верить его словам ему я верил сердцем и чуть не плакал не умрет небось я думал про себя нет непременно умрет посмотрим говорил я вслух а вот увидишь говорил мне какой-то голос словом я ушел от бедного Вадима полный дум и тягостных предчувствий никому я не сказал того что услыхал из уст его и помню в первый день святой недели поутру ему гораздо было лучше он сидел в своей постели похристосовался с няней и с братьями и с мамой и со мной и так спокойно тих был так приветлив всем говорил что никаких тяжелых несносных болей нет в нем и бог знает скрывал он эти боли или на время они его покинули счастливец влюбленный в смерть он ждал ее как ждет стыдливый юноша свидание своей возлюбленной и собирает всю силу боли чтоб не обнаружить своей тревоги и не потревожить ни матери ни брата ни прислуги все было весело когда горели четыре сальных свечки на столе и все мы ели пасху пили кофе со сливками и много говорили и я болтал а все же иногда сквозь этот смех и говор в полусвете мне виделась его улыбка блеск мистический его холодных глаз худые руки и не мог забыть я умру во вторник на святой неделе авось я думал не умрет авось во вторник я хотел проснуться рано но к моему отчаянию заснул как богатырь убитый и проспал до девяти проснувшись торопливо умылся и оделся и пошел к Кириллиным еще надежда меня не покидала я спешил чуть не бежал но друга я застал уже в столовой где мы разговлялись и шумно так встречали праздник на столе и странно и странно было мне так рано утром найти в их тихом домике так много чужих мне незнакомых лиц тут были священник за которым рано утром послал покойный прочитать над ним отходную дьячок гробовщики соседи уставляли восковые большие свечи те что принесли из церкви помню темная кадила уже дымилась и распространяла знакомый запах ладана окошки были приподняты и ветерок и солнце врывались в комнату меня знобило я как растерянный с недоумением для дел в лицо усопшего мне не хотелось и верить что он умер спит быть может и в глубине души я даже злился на моего приятеля зачем он на столе заснул и всех привел в недоумение вечно был гораз на выдумке и выдумал такую несообразность как все это глупо ну вот вошла рыдающая мать и все мои сомнения разлетелись как дым и я уже сквозь слезы стал глядеть на милого который всем нам изменил и не спросясь ни у кого покинул нас вникая в лицо его я не видал страдания оно так было ясно так спокойно так величаво радостно что стало мне юному сопернику его и грустно и завидно боже мой какой заметный след в его чертах оставила последняя мечта которую туда с собой унес он в обители неведомые нам он умер как святой и встретил смерть как дорогую гостью даже не вздохнул так говорили к десяти часам пришли товарищи и тут я вспомнил его завет и молвил им покойник прощаюсь с вами просит вас простить его обиды мог ли ждать я что это самое что мне казалось странным или ненужным вдруг произвело такое действие что все они как бы оторопели по щекам у них скатились слезы словно мои слова затронули их совесть и тот кто на столе лежал сложив на грудь свои бестрепетные руки им почему-то стал еще дороже и помню я как у ворот несчастные вдовы колышись на ветру явились хрубли как был ясен бешеный день какой торжественностью был обставлен наш похоронный путь в то утро когда мы на руках несли дубовый гроб и гимназический наш хор протяжно пел заглушая дисконтами хриплый бас регента на улицах народ толпился и и вообразите даже захар метелкин с молодой своей женой подъехал я не разглядел лица красавицы под голубой густой пуалью знала ли она хоть что-нибудь конечно ничего хотелось мне к захару подойти и попросить прощения за баддима но не хватило духа мой товарищ похоронен был там же где его отец в 12 верстах в том самом монастыре куда любил ходить он и где разыгрывались так чудесно его фантазии никто мне не поверит но я и не прошу мне верить близ могилы наткнулся я на каменный обломок плиты сырым песком к нему прилипшим нагнувшись стал я разбирать на нем истертую изглаженную надпись старинную бог весь какого века и только разобрал одно княжна все остальное было прочтено истерто временем потом узнал я что камень этот выбросил могильщик когда он рыл могилу для Владима и вспомнился мне дикий сон его который так мутил его рассудок не мудрено что мы по смерти часто сходя в сырую землю в ней встречаем остатки праха позабытых светом мужей и жен и бедных и богатых и некогда могучих властелинов и их рабов смиренных ну и что же неужели они нам снятся или тревожат нас нисколько неужели Вадим как фантазер был исключением бывают ли такие исключения если да то почему бывают прости меня Вадим за эту повесть такую неискусную такую быть может недостойную тебя мечтателей иного склада и теперь немало но таких наивных чистых и фантастических как ты едва ли найдется для меня ты был последний единственный мир праху твоему издал лев поливанов напечатано в типографии Немировского в доме сытого по улице Мясницкой в Москве в 1894 Читал Евгений Бразум Брыжковский Редактор субтитров Редактор субтитров Продолжение следует...